Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Плюсы и минусы» с вами снова я, Ольга Бабаянс. Как вы уже понимаете, передача сегодня будет ну очень ароматная и очень вкусная. Мы давно с вами хотели поговорить о ранней бахчевой продукции. И вот сегодня как раз свершился тот самый славный момент. Во-первых, к нам приехал гость, гость из Киева. Доброго дня! Пане Андрію. Андрій Шевчук – это представник ведомой агрохимической компании «Світу Аріста Лав Сайнс», переходжу на украинскую мову. Я думаю, что мы можем позволить себе так, потому что мы на рідней украинской земле. И Андрій представляет действительно такую компанию, значную, и компания, которая напрямую знает, что такое культура, что такие добрые пестициды, которые дают возможность выращивать такую продукцию. Пане Андрю, еще раз доброго дня! Добрый день! И одесситы вас витают! А я витаю одесситов! Андрій, вот мы давно уже с нашими, с моими друзьями, с моими, в общем-то, почитателями нашей передачи пытались начать тему самую щепетильную, такую, она тема, которая затрагивает, и вкусную, да, и затрагивает одесситов очень серьезно. Арбуз. Арбуз, вы знаете, когда в Одессу приходят арбузы, это уже самый разгар лета. Ну вот вопросы. Вот арбуз, вот дыня. А время-то сейчас какое? А время-то сейчас еще не совсем, как бы. Да, июль. А вы знаете, как-то у нас было принято, и мне кажется, что такое было, да, когда появлялись первые арбузы? Ну, всегда где-то мы, август, а там в более восточных регионах, то я помню, мы конец каникул, и когда мы в школу идем, идет массовое, скажем так, потребление арбуза. Ну, вот сейчас то ли времена меняются, то ли технологии, но мы имеем сейчас продукцию, видите, середина июля, арбузы уже есть. Да. И не только арбузы. Ну, Андрей, мы с вами, в общем-то, родами с детства, как все обычные люди. Из того поколения. Из того еще поколения. И когда мы... Вспомните, какие были у нас арбузы? Астраханские и херсонские, правильно? Вот у нас такие были основные. Ну, вы еще помните астраханские, а я уже помню. Не очень помню, название было хорошее. Последнее время только, ну, другая страна, то есть мы уже там, астраханские можно забывать. Да, но это уровень, как бы, если сейчас астраханские остались в России, мы остались со своими херсонскими арбузами. Мы будем любить свои херсонские арбузы. Но херсонские арбузы появлялись тоже-таки в августе. А вспомните, арбузики такие маленькие, черненькие, огонек назывались, да? А, замечательная продукция. И дыни. Ну, вот сейчас наших жителей, Одессины, я думаю, что жители всей Украины, волнует. Вот то, что сейчас арбузы, и что вот переместилось время, время поменялось, это свойство того, что у нас больше выбор и у нас больше продукции зарубежных стран? Либо же это тенденция и не совсем может быть хорошая к тому, что появляются ранние арбузы и ранние дыни. Ну, Ольга Владимировна, тут нужно, давайте мы сразу как бы все поставим на свои места. Ну, во-первых, за те годы, что мы имеем возможность кушать такую вкуснятину, значительный шаг вперед сделала мировая селекция. Нужно об этом тоже помнить. Мы имеем сейчас доступ как страна, которая с открытой экономикой, которая является членом Всемирной и Второй Организации. То есть мы имеем обширные связи с передовыми компаниями мира в этой сфере семеноводства. Поэтому нам это все сейчас доступно. Это один аспект. Второй аспект. У нас все-таки, вы же тоже согласитесь со мной, в последние годы с климатом тоже что-то происходит. То есть мы имеем длительные периоды без дождей, то есть с высокими температурами. Это этот год хромает. Но вы возьмите 3-4 последних года. У нас летом температура была за 35 даже. И такой период жаркий, где-то там месяц-полтора, по 30, по 40, по 45 дней ни дождя, и температура за 30. Поэтому это тоже один из факторов. Следующий фактор я бы назвал технологией. В технологии тоже есть много чего интересного. То есть когда нас еще учили, это была одна история, сейчас время вносит свои коррективы. Есть доступные нашим производителям лучшие из лучших препаратов. То есть есть препараты, которые могут и увеличивать объем, и ускорять вегетацию. Есть, которые вообще могут ее замедлять. То есть технологии, они шагают вперед, и наши производители идут с ними в ногу. Вопрос, я уже так вижу по вашим глазам, а вы спросите, а это все как бы безопасно, либо небезопасно? В том-то и дело, все говорят о препаратах, препаратах, а у нас как бы уже есть определенный иммунитет препараты. Понимаете? Люди, когда слышат и химические препараты, они думают, нет, все, уже будем думать, можно ли использовать. Да, наши люди, знаете как, если нет достоверной и достаточной информации, это порождает слухи, мифы, какие-то там враки и так дальше. Поэтому нужно нашим людям четко это все объяснять. Они должны тоже как бы на своем уровне, как бы свою информативность тоже как бы увеличивать. И сейчас есть интернет, все можно прочитать. Есть все. Хотите на русском языке, хотите на украинском, на польском, на немецком, на французском, везде информации есть. Надо ее просто брать и как бы интересоваться. Допустим, давайте возьмем такой, раз мы уже вспомнили детство, вспомнили дальше. Вы же знаете, арбуз, когда мы ранний брали, он был такой в середине, мы его разрезаем, а он невкусный, несладкий. И даже не красный. Да, да, такого какого-то. Какой-то бледно такой розовый, ближе к бежевому, да. То есть это одна картина. Сейчас, если мы берем даже ранее, ранее, бахчевый, когда вы разрезаете арбуз, а вы видите, а он там уже розовый, вы даже не найдете. Обычно они красные, иногда очень красные. И это порождает всякие в народе слухи. Говорят, что их там то накалывают, то где-то там обрабатывают. Я сказал, что есть технологии, где позволяют добиваться и повышения урожайности, и повышения качества. Нужно четко сказать, что если вы производите согласно технологии, если вы используете в своем производстве оригинальные препараты, то есть препараты ведущих компаний, препараты, которые прошли определенную, предусмотренную законом регистрацию и проверку качества, то есть если вы все делаете согласно установленных регламентов, согласно рекомендаций производителей, то в принципе вам и не нужно очень сильно беспокоиться. Продукция, конечно, должна быть безопасной. Не только качественной, но и безопасной. Другое дело, если вы используете не весь что, и это на совести производителей, то есть в погоне за себестоимостью, за урожайностью, за показателями экономическими, иногда теряется самое главное, ради чего вообще это все производится, ради удовольствия и ради здоровья. Потому что если мы говорим о арбузах, то вы знаете, есть даже наука, которая лечит арбузами, и я помню те времена, когда люди и доверяли науке, и они знали, что продукция должна быть под эту технологию. Андрей, я прошу прощения, у нас есть звоночек в студию. Да, пожалуйста. Здравствуйте, говорите, мы вас слышим. Здравствуйте, меня зовут Елена. Вот такой вопрос у меня возник. Насколько я помню, арбузы, которые в детстве поспевали в августе, а теперь мы можем это видеть на прилавках круглый год. Скажите, пожалуйста, насколько небезопасно употреблять пищу те продукты, в частности арбузы, которые появляются намного раньше, чем август месяц? Спасибо большое за вопрос. Спасибо, очень хороший вопрос. И мы уже частично его коснулись. Действительно, вы абсолютно правы. Скажем так, мы, несмотря ни на что, стараемся все-таки своим детишкам, внучатам не давать раннюю продукцию. Потому что, кто бы нас как не убеждал, но бытует мнение, что все-таки в погоне за ранней продукцией, которая обычно всегда дороже, и здесь чисто экономический рычаг, недобросовестные производители используют чуть больше, мягко говоря, в нерекомендованных количествах и удобрения, и другие препараты. Поэтому это есть. И, к сожалению, большому нужно быть всегда на чеку. И все-таки вы правы. Я с вами абсолютно согласен. То есть, всегда у нас массовая бахча, всегда Бога в августе. Поэтому, ну, рекомендация какая? Давайте будем прислушиваться к своим, на становлении своих родителей, будем передавать их своим детям. Все-таки раннюю продукцию, как бы не давать детям. А случаи, я вам скажу, есть, и это не на пустом месте. То есть, действительно, очень много случаев, когда ранняя продукция, не только бахчевых, а таких нежных и сочных плодов, у которых основная масса состоит из воды, например, тот же огурец. где у нас больше всего проблем. У нас проблемы с арбузами, у нас проблемы с дыней, у нас проблемы с огурцами, с томатами. То есть, это действительно правда. Поэтому, ну, как тут проконтролировать? Очень тяжело. Потому что вы же не будете по всем бахчам контролировать, как люди используют минеральные удобрения. Это на их не совести. То есть, есть у нас контролирующие органы. Пожалуйста, пускай они при заходе продукции на рынки, пускай они смотрят, делают анализы, проводят аналитику. Это все, как бы, доводят до общественности. Потому что, это действительно проблема такая есть. Ну, ранние бахча, то есть, ранние бахчевые культуры, если они появляются, вот уже у нас, в принципе, в июне уже подпленочные культуры уже появляются. А честно, вот для ребенка никогда бы не рекомендовала вот эту продукцию, для детей вообще. Потому что количество удобрений, там действительно значительно больше нормы. Потому что как раз арбуз требует огромного количества тепла, правильно? Определенного количества солнечной энергии. То в августе она есть. А вот в июне ее еще нет. Значит, что-то идет компенсация. Потому компенсируют. И для того, чтобы получить яркий цвет, очень часто, ведь не секрет, чем больше нитратов, тем ярче продукция. Я об этом вам очень сказал, как бы, ну, аккуратно. Не надо аккуратно, надо говорить так, как есть. Я думаю, не только потребители бахчи, но и ее производители. И они сказали, вот, товарищ, ну, как бы, бросает камень в их сторону. А я готова бросать камень туда, куда надо бросить, То есть есть люди, которые абсолютно придерживаются рекомендаций и используют те нормы, которые рекомендуются производителями семян, и которые отвечают, ну, за свою продукцию. И они хотят, чтобы их сорта, как бы, у нас использовались. И поэтому они за этим тоже должны, по крайней мере, смотреть. Но самая главная ответственность, она лежит на производителе. Он это подтверждает своими сертификатами. И, извините, он должен понимать и быть ответственным за то, что он дает на стол. Но мы говорим сейчас опять, сертификаты должно-должно. Оно должно быть там, вернее, оно должно быть у нас. Но мы живем пока еще не в тех условиях, когда мы можем верить. Вы знаете, наверное, в 70% я не поверю тому, что написано в сертификате. Ну, вот так уж получается. Тем более, что через мои руки проходит огромное количество продукции, которые мы анализируем. И когда мы смотрим список примененных препаратов, вот мои специалисты, я понимаю, список препаратов, которые применялись при обработке. У нас в наших портфолио аналитических и арбузы, и дыни, помидоры, огурцы. Андрей, вы себе не представляете, какое количество пестицидов может быть использовано на одну единицу продукции. В погоне за прибылью, к сожалению, никто не останавливается. И вот здесь вопрос. Вот у нас арбузы. А всегда ли цвет, это плохой показатель? Потому что, ну, вы прекрасно знаете, я знаю, что натуральный цвет арбуза не может быть яростно красный, с этим полисцирующей окраской. Но, а гибриды, а вот гибриды современные, они отличаются по окраске? Есть какая-то тенденция? В принципе, это может быть сортовой характеристикой, но это не самое главное. И все-таки большое влияние имеет технология выращивания. То есть, поэтому мы этой темой как бы тронулись в начале нашей дискуссии. Действительно, цвет, цвет, он может быть индикатором, ну, скажем так, органелептическим, того, что мы можем подозревать, есть среди. Поэтому лично для меня, я не скрою, у меня тоже и в семье были случаи, когда мои дети имели проблемы после употребления арбуза. И не один раз. И как бы, как я уже там, ну, тоже стараюсь и ранее не давать, и смотреть, откуда машина привозит, откуда идет продукция, потому что я тоже понимаю, одно дело Одесса, другое дело Херсон, третье, допустим, Черкасса и так дальше. То есть, нужно понимать, что самая качественная бахча, она всегда выращивается только в южных регионах. То есть, должно быть количество эффективных температур для того, чтобы произвести качественный продукт. Вот. Если я вижу, допустим, что из региона, там, где, в принципе, его априори, как бы, ну, как для меня, для специалиста понятно, что там не может быть такого продукта, а он не то, что красный, а там цвет уже режет даже глаза. То есть, я понимаю, что что-то с ним произошло не то. Но, к сожалению, не все имеют агрономическое образование, не всегда могут это, или не обращают внимания, или это им нравится. Потому что, вы знаете, те, кто продают, для них критерии качества одни. Конечно. Для тех, которые употребляют, критерии качества совсем другие. Поэтому тот, кто продает, он всегда показывает, смотри, красный, значит, очень хороший. И ты его покупаешь. А тут не надо покупаться, красный цвет, это еще ничего не значит. Это как запретный, да. Красный цвет светофора, это понятно. Осторожно, да, будьте осторожны. Нужно просто, люди должны понимать, что свое здоровье ничем заменить нельзя. То есть, нужно быть иногда более внимательным, более тщательно проверять то, что ты будешь употреблять. Так как, в принципе, в мире всегда делают? В мире делают именно так. К сожалению, у нас еще не совсем построено гражданское общество, у нас нет того уровня давления на рынки и на поставщиков, как есть, например, в других странах. Там очень сильные общественные организации. Закупки делают, они, у нас есть общество, как там, защиты прав потребителя, но оно, вы меня извините, такая законодательная база, что у них нет денег на пробную закупку. Нужно прийти. Так можно еще разрешение получить, чтобы проверить. Надо еще, надо еще по закону предупредить, что ты придешь закупать пробную закупку, они тебя могут еще не пустить, потому что есть законы, которые могут, а за границей такого нет. Есть, вот Польша, вот вам Бельгия, Голландия, и идет представитель какого-то общественного там центра имени Аденауэра, он приходит с кульком, смотрит, дай мне вот то, дай мне вот то, дай мне вот все, на него цепляется этикеточка, запаивают в кулечек и идут, везут в какую-то лабораторию, даже никто не знает какую, первую попавшуюся независимую и смотрят, дается перечень всего, что там есть и потом с вами решают вопросы. Поэтому там никому в голову не придет выставить на продажу то, что может быть опасно. К сожалению, у нас еще такого нет. Ну, у нас нет. Я говорю, мы к этому стремимся, у нас этого нет. Андрей, вот бывают вопросы часто, мне часто звонят те же потребители продуктов по разным вопросам. Вот сейчас начались вопросы по арбузам. Действительно спрашивают, вот как получается, что арбузы, раньше были только херсонские, и их выращивали в определенных местах, а сейчас есть арбузы, килистские, измаильские, в маяках выращивают, в других местах. Но я могу сказать, что это действительно правда, они говорят правду, они там выращивают. Вопрос в том, как они выращивают. И второй вопрос. Скажите, а вот можно ли по виду арбуза или по желкованию, по сахаристости отличить? А, и еще, посмотрите, да, внимательно, можно ли, я вам честно скажу, вот эта продукция, она качественная, дорогие мои друзья, это однозначно качественная, потому что, но после эфира мы все сядем дружно нашей всей командой студийной и съедим этот арбуз и эту дыню. И это правда, потому что, ну, как-то мне не хотелось покупать некачественную продукцию и выставлять ее на обозрение. Но, скажите, пожалуйста, как можно все-таки отличить? Есть ли какие-то особенности в структуре ткани? В принципе, технологически, если нарушен режим питания, вы заметите, особенно идут отделения центральной вентиляции от семенной камеры, идут трещины, идут сколы. То есть, это не хорошо, это не говорит о том, что у нас ухо хороший арбуз. Вас это всегда должно тоже как бы настораживать. Если вы его разрезаете, а он в середине, либо дуплистый, либо вы видите, что семенная камера отделилась, это говорит о чем? Это говорит о том, что где-то злоупотребляли режимом питания. Другой вопрос, что иногда вы его просто разрезаете, а он в середине, как говорят, зеленый, либо белый. Это еще одна, тоже как бы указывает на нарушение во-первых, технологий и режима питания. по пестицидам, к сожалению, вы, если разрежете, вы ничего, к сожалению, вы там не заметите и определить вы не сможете. Почему? Потому что там нужно делать аналитические исследования, которые, в принципе, должны, опять-таки, скажем, у нас есть органы, которые этим должны заниматься. Вот. Поэтому если брать, допустим, дыню, как у нас, вы знаете, всегда учат пробовать, дыня должна чуть-чуть как бы вминаться, да, и должна иметь характерный аромат. Да, аромат есть. Опять-таки, я вам скажу, что, ну так, опять-таки, для того, чтобы аромат был лучше, вот, иногда вносят слишком много мягкого органики. А я этого не знала, вот, то, что аромат меняется, а органики, вот этого даже не знала. Причем, причем, вы спросите у туристов, которые ездят в Египет, и спросите, что они, они не очень любят там кушать дыню и арбузы. Да, действительно, там не вкусно. Потому что им уже местные рассказали технологию возделывания дыни особенно, и чем они поливают, и какую именно органику, извините, они используют. Поэтому, вы меня спросили, я вам ответил. Поэтому, в нас в Украине, к счастью, да, ну, объективно и официально, я думаю, что это вряд ли используется. но, кто знает, у нас все-таки очень много площадей обрабатывается, ну, скажем так, поля в арендах, то есть люди вряд ли могут это все проконтролировать на уровне поля, а вот режим контроля, он должен переместиться с того места, откуда продукция уже двигается в систему торговли. Вот оттуда должны контролировать. Но если вы сможете проконтролировать, допустим, пестициды через лабораторные исследования, то, извините, для улучшения ароматов, вот это вы вряд ли сможете проконтролировать. Это точно не проконтролируем. Но я знаю вот один принцип, и это правильно, абсолютно, как бы это стопроцентная правда. Помните, раньше была такая, ну, у нас сейчас аграрии стали более грамотными, и более, я скажу так, сейчас уровень знаний у аграрии значительно выше, чем был даже 10 лет тому назад. Так вот, в те времена, 10 лет тому назад, очень в практику вошел такой прием, как быстрое, то есть преобразование зеленого продукта в красный продукт на помидорах. И простите меня, дорогие мои, но я вам скажу так, как было. Собирали зеленые помидоры в сетку и подвешивали в туалетах. Особенно это во дворах, потому что этилен, правильно? Этиолирование тоже называлось, да? И то есть плод набирался цвета, но была одна особенность, при том, что цвет был, вроде как, была жилка центральная, беленькая, и косточки были совсем не соответствовали уровню развития. То же самое в арбузах было. если арбуз подвергался насильственному созреванию, то есть не созреванию, а так мнимому созреванию. Средина будет белый, но даже зеленоватый. И косточки должны быть, если очень много косточек еще не созревших, это есть четкий арбуз красный, четкий показатель, что ему заставляли становиться... По дыне я не могу, я не знаю. По дыне я тоже, честно говоря, сказать вряд ли сейчас вам в этом контексте смогу, но я могу четко сказать о томатах и о перец сладкий. Особенно то, что импортируется. Почему мы говорили с вами, что Украина имеет большой потенциал и в принципе то, что мы двигаемся в Европу, нас не должно пугать, нам есть чем туда пройти. Потому что в Европе нет таких условий, которые есть у нас на юге. Вот это обидно. Поэтому наша продукция она вряд ли там встретит серьезную конкуренцию в северных или центральных странах. Мы можем контролировать с Испанией, с Италией, то есть там, где в принципе климатические условия похожи на наши. Но возвращаясь к нашим томатам, они же там собираются, мягко говоря, полузеленые. А когда они попадают к нам в маркеты и попадают на программки, они красненькие, красивые, однородная окраска, никаких там нет оттенков, то есть все. И мы должны понимать, что в большинстве своих случаев, к сожалению, или я не знаю потребить, более такое мягкое, они используют, производители используют специальные препараты, которые позволяют во время транспортировки и хранения в торговых сетях, то есть соблюдать характерные цвета, аромат и так дальше. Но, когда вы его разрежете, наши люди тоже, их же не обманешь. Их столько лет обманывали, что они уже все эти угловки знают. Они приходят на базар и сразу спрашивают, они в середине у вас эти томаты ваши, белые или красные? И продавец должен разрезать и продемонстрировать. Он режет и показывает, он красный, это значит нормальный. То есть его, как вы сказали, абсолютно верно, его не подвергали принудительному созреванию. Такие препараты есть. Я вам это четко говорю, и они есть, и когда вы можете тут меня проверить, зайти на сайт некоторых компаний, он итальянских, там других, и вы увидите, то есть даже четко написано характеристики, что улучшает созревание, улучшает более интенсивный цвет. Ускоряет. Есть такие препараты, абсолютно верно, но нужно понимать, что среди плохих препаратов есть и хорошие препараты. То есть не все плохие? Конечно. Есть препараты, которые как бы, ну их называют иммунопротекторы, там другие, то есть те, которые влияют не на ткани, они влияют на иммунную систему растений. Они заставляют растения как бы максимально работать на урожай. И то есть вы не влияете на плоды, вы влияете на растения и на ее, скажем, физический процесс. Спасибо большое, Андрей. Знаете, у нас почему-то чем вкуснее передача, тем она быстрее заканчивается. аромат невозможно. Я так подозреваю, что это наши режиссеры, все очень хотят съесть арбуз. Так что, дорогие наши телезрители, я хочу вам еще раз сказать, что в гостях у нас был гость, гость из Киева, Андрей Шевчук. Так не пахнут, как наши. Не пахнут, не пахнут, да. И мы вместе пытались вам объяснить, что вкусно и что качественно. Получилось вам судить. А мне очень хочется еще раз поблагодарить от вашего имени тоже Андрея. Я думаю, что вы не рад еще будете на студию. Спасибо. И арбуз мы после передачи съедим. А вам я желаю всегда качественной продукции, вкусной продукции. И не бойтесь в августе кормить своих детей арбузами. А пока попробуйте сами. Будьте здоровы. Национальной вам безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok